И, конечно, уже сегодня ветераны принимают поздравления. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи со мной пресс-секретарь Департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицына. Лариса, здравствуйте. В преддверии 9 мая в Тюменской области поздравляют ветеранов. Какие мероприятия проходят сейчас? Да, и в Тюменской области, как и во всей стране, несмотря на ограничительные мероприятия, делается все возможное для того, чтобы ветераны почувствовали праздничное настроение, поддержку и заботу. На федеральном уровне принято решение вручить каждому ветерану Великой Отечественной войны юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной войне». В Тюменской области такая медаль уже вручена большинству ветеранов. Всего это около 7,5 тысяч. Также из федерального бюджета предусмотрена единовременная выплата. Ветерана Великой Отечественной войны в размере от 50 до 75 тысяч рублей. Данная выплата также уже почти всем вручена. На региональном уровне губернатор Тюменской области принял решение вручить поздравления и подарочный набор продуктов тюменских производителей также каждому ветерану Великой Отечественной войны. Всего это около 8 тысяч человек. Сейчас поздравления уже подходят, находятся в финальной стадии во всех муниципальных образованиях. Ну а как в связи со сложившейся эпицитуацией проходят эти поздравления? Безусловно, соблюдаются все меры безопасности. То есть это бесконтактное вручение. Поздравления и подарки доставляют на дом социальные работники и специалисты органов муниципальной власти. Безусловно, в квартиру к ветеранам никто не заходит. Все общение происходит с соблюдением социальной дистанции. Также используются дезинфицирующие средства. Обязательно, конечно, наши сотрудники носят медицинские маски. В честь 75-летнего юбилея Победы количество получателей единовременной помощи увеличилось. И если я не ошибаюсь, аж в три раза. Давайте напомним, какие категории граждан получат единовременные выплаты в этом году. Да, действительно, в честь 75-летнего юбилея Победы количество получателей единовременной помощи в Тюменской области увеличено почти в три раза. И в этом году оно составит 68 тысяч человек. Традиционно помощь получат ветераны Великой Отечественной войны в размере от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории. И дополнительная категория людей, которые в этом году получат единовременную помощь, это все граждане, родившиеся до 9 мая 1945 года. Им будет оказана единовременная помощь в размере от 2 тысячи рублей. Большинство ветеранов, тем, кому полагается эта единовременная помощь, уже ее получили. Ну и важный момент. Мы сейчас все находимся на самоизоляции. Нужно ли тем людям, которым положены эти выплаты, предпринимать какие-то действия, подавать заявление или что-нибудь еще? Нет, никуда обращаться не надо. Все выплаты начисляются автоматически в беззаявительном порядке. А если у пожилых людей возникают вопросы, куда они могут обратиться? Всегда пожилые люди могут обратиться к социальному работнику своему, либо в органы соцзащиты по месту жительства. В настоящее время, в связи с ограничительными мероприятиями по коронавирусу, в Тюменской области работает специализированный телефон, круглосуточный, на который могут обратиться одинокие пожилые люди, инвалиды, матери-одиночки и так далее. Его номер 8 800 201 41 41. Ну что ж, Лариса, спасибо.